Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Сход лавины в Ване. На Вашханадзоре стартовала программа по производству табака. Откроется около 100 новых рабочих мест. Председатель ПАСЭ Лилиан Мори Паске посетила мемориал памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Совбез ООН рассмотрит ситуацию с голландами на заседании в среду. По сирийскому Алеппу Израиль нанес авиаудар. Фонд ИГИА будет реализовывать экологические проекты в Армении. В Лос-Анджелесе пройдет ночь армянского кино, в рамках которой впервые будет показан фильм «Герои апрельской войны». Лавина закрыла дорогу в районе Вана Западной Армении. Одна машина осталась под лавиной и десятки транспортных средств и пассажиров оказались в безвыходной ситуации. Жертв нет, одна машина оказалась в ближайшем ущелье. Разбор и очистка дороги продолжается. Араик Арутюнян, председатель партии «Свободная Родина», написал на своей странице в Facebook, что в соответствии с соглашением с семьей вартанянов в общине Ишханадзорка Шатакской области началась сложная программа производства табака. Это обеспечит около 100 новых рабочих мест в этом году и в ближайшие 3-4 года эта цифра увеличится в 10 раз, написала Арутюнян. Об этом сообщает пресс-центр партии «Свободная Родина». Председатель Пассе Лилиан Мори-Паске в сопровождении председателя постоянной комиссии по внешним сношениям армянского парламента Рубена Рубеняна посетила мемориал памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Гостя возложила цветы к вечному огню, почтила память святых мучеников геноцида армян. Лилиан Мори-Паске также посетила музей института геноцида армян, ознакомилась с экспонатами и оставила запись в книге памяти. Председатель Пассе отметила, что и сегодня осуществляются геноциды, нужно бороться против ненависти, ксенофобии и дискриминации. Это приводит к преступлениям и против прав достоинства человека, отметила она. Заседание Совета безопасности ООН по поводу решения США признать голландские высоты израильской территории состоится в среду в 23 часа по московскому времени. Об этом сообщил журналистом постпредфранции при ООН Франсуа Деллард. Председательствующий в Совете безопасности в марте передает ТАСС. К нам обратилось постпредство Сирии с запросом на проведение внеочередного заседания, отметил он. Наше предложение, как председателя Совбез, провести его сегодня в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций. Президент США Дональд Трамп 25 марта в Вашингтоне в рамках переговоров с израильским премьер-министром Беняймином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над голландскими высотами. Против таких односторонних действий высказывались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию. О том, что США следует признать суверенитет Израиля над голландами, Трамп заявил на прошлой неделе. По данным гостелевидения Арабской Республики, воздушную атаку осуществил Израиль. Тель-Авив пока не подтверждает. Авиаудар по Алеппо в Сирии был нанесен ночью 27 марта, сообщает РИА Новости, со ссылкой на государственное телевидение Сирийской Республики. Представитель ополчения сообщил РИА Новости, что ударом подверглись гражданский аэропорт Алеппо, расположенный рядом поселение Джибрин и промышленная зона Шейх-Наджар. В результате обстрела разрушены здания, в городе отключилось электричество. Израильские военные пока не подтвердили свою причастность к авианалету. Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии. Власти страны объясняют это необходимостью установить попытки Ирана закрепиться в Сирийской Арабской Республике. Устойчивая экосистема, стратегически важный компонент развития страны, единственный вариант, как сохранить в Армении талантливых людей и привлечь новых, создать современные комфортные для жизни условия. Это здоровая окружающая среда, максимальные возможности для самореализации, высококачественное образование и здравоохранение. Системные перемены успешны только при последовательном комплексном развитии страны, поэтому фонд IDEA реализует якорные проекты, связанные между собой и запускающие цепь позитивных изменений. Это требует надежного фундамента платформы. Проекты фонда опираются на несколько объединенных между собой платформ. Например, премия «Аврора» реализуется на гуманитарной платформе школы UWC «Дилиджан» на образовательной. Работают также технологическая, здравоохранительная, финансовая, туристическая и урбанистическая платформы. Как и другие, экологическая платформа рассматривается как долгосрочная инициатива в рамках 30-летней программы развития страны. Сегодня не только наша страна, но и планета сталкивается с серьезными климатическими вызовами, которые неименуемо отразятся на нашем качестве жизни. Похоже, в какой-то момент человечество в своем развитии пошло в противоположную от гармонии с природой сторону, и теперь нам нужно развернуться. Именно поэтому фонд IDEA запускает Climate U-Turn – разворот по-английски – экологическую платформу, нацепленную на то, чтобы изменить наши отношения к планете и поведенческие паттерны. «Это еще одна амбициозная инициатива на нашем пути к холистическому развитию страны», отмечает Рафи Багджан, генеральный директор фонда IDEA. Эксклюзивное мероприятие под названием «Ночь армянского кино» состоится 7 апреля в Форте Слоун в Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, в рамках которого состоится эксклюзивный показ фильма «Цветаны Паскалевой. Герои апрельской войны». Фильм посвящен третьей годовщине четырехдневной войны. Около 30 минут рассказывает об геройствах армянских солдат, которые пожертвовали своей жизнью во время военных действий. По словам источника, после показа фильма «Армянская община» организует показ армянских произведений искусств, дегустация традиционных армянских сладостей и живое исполнение армянских национальных песен и танцев. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Барэ Камуцун». «Барэ Камуцун» «Барэ Камуцун» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром!